С обсуждения происшествия на Руднике сегодня началось и выездное совещание с участием секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. По поручению президента страны он обсудил с главами субъектов Дальнего Востока, представителями федеральных и региональных министерств и ведомств ход реализации государственной миграционной политики и региональных программ развития приграничных территорий. ЧП на Руднике Патрушев затронул свои приветственные речи. Эта тема ранее обсуждалась на встрече с главой республики. Во избежание подобных трагедий в дальнейшем он заявил о необходимости проверить все шахты в регионе. Важно контролировать ситуации там, где опасное производство, неважно там рудник или что-то другое, какой-то объект. И важно своевременно предвидеть и не допускать вот эти ситуации. Об этом мы договорились. Ну а в данном случае, конечно, нужно оказать всю помощь тем, кто проводит спасательные операции и спасти еще тех людей, которые не спасены. Их 8 человек. Ну и, конечно, оказать всю необходимую помощь. Отметим, что выездное совещание проходит на Дальнем Востоке ежегодно. В прошлом году оно состоялось в Южно-Сахалинске, где обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Что касается основных тем, нынешней встречи Николай Патрушев призвал руководство дальневосточных приграничных территорий, руководствоваться принципами обеспечения взаимной выгоды и учета интересов национальной безопасности страны. В вопросах миграционной политики он призвал усилить контроль за нелегальными мигрантами и бороться с коррупцией в этой сфере. Также он попросил принимать дополнительные меры по стабилизации и увеличению численности населения. Только в текущем году в округе на миграционный учет поставлено около 400 тысяч иностранных граждан. Рост составил 15%. Более половины из них прибыли с целью работы. Однако следует отметить, что за последние 20 лет отток коренного населения с Дальнего Востока составил почти 2 миллиона человек. Это почти 20% населения округа. Среди причин такого положения неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики. Высокая зависимость от поставок продовольствия.